Акробаты, актеры, певцы, а главное интеллектуалы. Чтобы участвовать во всероссийском форуме «Золотой палет», ты должен быть универсальным солдатом, активным и раскрепощенным, победителем олимпиад, автором проектных работ, а еще уметь маршировать и танцевать. В этом году мы вообще очень долго думали, стоит ли нам участвовать, потому что уже съездили, уже знаем уровень конкурса, уровень состязаний. И вот, например, Самарская область приезжает соревноваться только в Олимпиадах, и они приводят лучшие умы, так сказать, Самарской области. Ну а кадетские корпуса и классы, у них вообще такое комплексное образование, они там все могут, в том числе и маршируют, конечно, высший класс. Поэтому мы очень прям пытались детям все объяснить, что конкретно нужно, и чтобы вот они, ну они очень хотели, вот это было вот прям желание детей поучаствовать, поэтому мы поддержали, я Ирина Петровна, мы вот поддержали и достойно выступили. 12 старшеклассников Ивантеевской общеобразовательной школы приняли участие во всех испытаниях слета на протяжении четырех дней форума и завоевали восемь наград в разных номинациях. «Я себя не мыслю без России, без родной земли, где все мое, где легла мне на сердце впервые песни колыбельные ее». Алексей постоянно ездит на различные конкурсы с театральной студией «Сюрприз», но в военно-патриотическом слете участвовал впервые. Говорит, получил колоссальный опыт. «В маршировании, я этим никогда не занимался, мне, думаю, это пригодится в армии и вообще в дальнейшем. Ну вот, и вообще с ребятами интересно что-то поделать, собираться там после школы, до вечера сидеть, очень интересно». «Я впервые видела кадетов так близко, их было очень много, все такие красивые, статные. Выступали они очень интересно, маршировали, прям идеально. Все как на подбор в одинаковых одеждах, девочки вообще потрясающие были, мне очень понравились». «Золотой палет» – это не только танцы и марши, но и конкурс научных проектов, а также интеллектуальные состязания, составленные преподавателями лучших вузов Москвы. Вика принимала участие в олимпиадах по химии, информатике, русскому языку и математике-физике. До конкурса она хотела поступать в медицинский, а теперь серьезно рассматривает Бауманский университет. «Эти грамоты от Министерства обороны и Министерства образования Российской Федерации, я думаю, надеюсь очень, что они какие-то баллы дают, не просто так, бумажками. Я так поняла, олимпиада по физике и математике была от профессоров Бауманки, поэтому уровень был такой приличный, ну, с школьными олимпиадами не сравнится. Но мне было очень интересно решать такие задачи, очень познавательно, я для себя узнала много нового». Ивантеевцы стали призерами в номинации «Презентация команды» и победителями в номинации «Кадетский бал». Ребята привезли призовые места в интеллектуальных состязаниях и победу в защите научных проектов. И доказали, что наш военно-патриотический клуб на базе общеобразовательной школы на уровне лучших кадетских школ России, а в чем-то и лучше. Продолжение следует...